Всем привет! С вами История религии. Очередная её часть. В прошлый раз мы оставили Иудею, Израиль, Галилею, Самарию, словом, Палестину, буквально на самом краю, на границе начала сложения христианства. Конечно, протохристианство, но, тем не менее, вот эти вот важные, волнующие события. Сегодня мы попытаемся их осветить и дойдём буквально до складывания христианства в полном смысле слова. О нём в следующей передаче. Итак, поехали. Вообще, изучение сложения христианства и раннего христианства наталкивается на серьёзные трудности с источниками. Потому что, во-первых, часть источников – это собственно христианский нарратив, который сложился или сложился и был записан во время или немного, или заметно более позднее, чем интересующие нас события. А при этом это не просто источники, а для многих ещё и священные тексты, анализ которых вообще запрещён или вызывает некие негативные эмоции. Поэтому не всегда бывает просто подойти к этому делу с холодной головой. Тем не менее, это было сделано, и мы по этим стопам, по этим следам тоже пройдём. Это с одной стороны. С другой стороны, раннее христианство очень слабо интересовало или вообще не интересовало просвещённых соседей, а именно римлян, греков и персов. Ну, или египтян, которые, в общем, тоже некоторым образом тогда были эллинизированы династией Птолемеев. То есть, они об этом, может быть, какие-то очень-очень-очень косвенные, скудные замечания оставляют. Ну, а сами ранние христиане и протохристиане в общем и целом находились в некой изоляции, в некой тени, выступая антисистемой. Поэтому после себя оставили крайне мало. Если мы говорим о временах до нашей эры и всё-таки кое-что оставили, если мы говорим о первых веках нашей эры. Конечно, о первом веке нашей эры. Я имею в виду, разумеется, знаменитые кумранские свитки, о которых мы ещё ниже поговорим. Но, тем не менее, многое было сделано. Основную, конечно, работу, начальную работу, буквально эту глыбу – это стронули протестантские теологи из Тюбенингенской школы по имени одноимённого университета. И основателем школы библеистики, школы исследования в том числе и Нового Завета, а значит, и христианских текстов, вполне естественно, был Фердинанд Христиан Баур. Не путать с Бруно Бауэром. У них очень созвучные фамилии – Баур и Бауэра. Оно по-русски всего лишь одним звуком отличается. Но, тем не менее, это категорически разные люди. Так вот, Фердинанд Христиан Баур, родившийся в 1792 году, в общем, видный теолог, преподаватель этого самого университета, он был нормальным, убеждённым протестантом, как многие. И он испытывал известный пиетет, естественно, перед Священным Писанием. Однако именно он, анализируя тексты Нового Завета, обнаружил не просто то, что там есть некие лингвистические, филологические и просто текстуальные нестыковки. И он пошёл несколько дальше. Он просто не мог, как честный учёный, а он был именно честным учёным, не мог не обратить на это внимание и принялся исследовать то, что мы бы назвали историческим Иисусом, историческим христианством. Именно ему принадлежит та концепция, которая в общем виде принята сейчас, конечно, с огромными коррективами, о конфликте между таким направлением, как петризм и паулинизм. То есть, христианство, словно говоря, христианство, которое проповедовалось наследниками апостола Петра и наследниками апостола Павла. При этом наследники апостола Петра – это представители то, что сейчас мы бы могли назвать иудеохристианством, т.е. некой старой ортодоксальной иудейской сектой с известными отличиями от основного древа иудаизма. И паулинизмом – это именно то, из чего должно было бы вырасти христианство, как некая универсальная религия. Так как Бауэр был под очень большим впечатлением от философии Гегеля, от диалектики, он и свою философскую систему применял как диалектическую, потому что петризм у него выступал тезисом, паулинизм – антитезисом, а, собственно, христианство в полном смысле слова стало синтезом. Таким образом, явив результаты единства и борьбы противоположностей. В дальнейшем Тюбингенская школа очень много сделала для исследования раннехристианских и вообще христианских текстов. Об этом мы будем говорить в следующий раз. Пока же просто упомянем этих очень важных людей, без работы которых, наверное, сейчас бы наша дисциплина, наша наука имела бы несколько иной вид. Теперь же из 19-20 века, а тем более 21-го, перепрыгнем в 2-й и 1-й век до нашей эры, оказавшись, наконец, в Палестине. И, что важно, отметим, что Палестина в это время попадает в сферу влияния ещё одной мощной и решающей силы в регионе. После Персии, а потом, после эллинистического государства селевкидов, естественным образом, иудеи оказываются в сфере влияния Римской республики. И вот тут, конечно, всё изменяется. Как там вообще оказались римляне? Как мы помним, восстание Осмонеев, Маковейская война привела эту династию к власти в Иудее. К чему, кстати говоря, очень весомый вклад привнесли римляне, которые, в общем, имели с иудеями самые неплохие отношения просто потому, что они выступали против их политического конкурента селевкидов. И тёплая дружба между Римской республикой и Иудеей продолжалась довольно долго. При этом важно отметить, что Антиох IV разрушил, точнее, правильнее сказать, разорил Иерусалим. И вот с этого момента началось всё-таки лёгкое нестроение, которое перешло в затяжные серии гражданских конфликтов внутри самого иудейского царства. И в эти конфликты властно вторгались римляне, как некая третья сила, к которой все тяжущиеся стороны так или иначе апеллировали. Ну, и дошло до того, что был такой Александр Янай, первосвященник. Прям чувствуете, какое у него настоящее хорошее иудейское имя. Александр Янай. У него была жена тоже с настоящим иудейским именем Соломея. Так вот, у них был сын Гекрам. Он был старшенький. Был у него младшенький Аристабул. И после смерти Александра Яная Гекрана назначили первосвященником и, что важно, царём Иудеи под номером два. Но Аристабул с этим был категорически не согласен. Как только умерла маменька, немедленно поднял восстание с целью захватить трон. И это всё результировалось известной битвой при Иерихоне, где Геркант потерпел поражение и вынужден был бежать, обратившись за помощью к римлянам. Римский сенат, недолго думая, прислал в 1963 году в Иудею такого очень известного персонажа, как Гней Помпеус Магнус. То есть, Гней Помпей Великий, который посадил Икраина на трон, раздал всё, что нужно раздать восставшим. Ну, и как-то так получилось, что царём назначать этого иудейского человека римляне подумали, что, наверное, не надо, и сделали его этнархом. О чём, в общем, история царства Хосмонеев закончилась. Потому, что этнарх – это значит, что архант некоего этноса. То есть, национального образования. То есть, это, мягко говоря, не царь. Это всё-таки человек рангом очень сильно ниже. И вот тут-то римляне утверждаются в Палестине, в Сирии всерьёз и надолго. Хотя, конечно, пока напрямую ей не управляют, всё-таки сохраняется некое самостоятельное управление. Естественно, римляне даже не думали покушаться на религию. У вас, пожалуйста, есть храм. Молитесь, как хотите. Но мы же понимаем, что это ещё, зная это, вынеси это из нашей прошлой беседы, что уже иудея была иллинизирована, ещё больше иллинизирована была диаспора очень многочисленная. Вот теперь к струе иллинизма добавилась ещё полноводная река Тибр. То есть, мощнейшее уже непосредственное римское влияние. То есть, всё, что происходит в Иудее в этот момент, происходит не просто в Иудее. Это всего лишь часть титанических процессов, которые сотрясали в это время Римскую республику. Как мы понимаем, середина, вторая половина первого века до нашей эры – это серьёзнейший кризис в Риме. То есть, сама республика, как таковая, умирает. Идея вот этой вот рабовладельческой республики сама по себе уже никого не устраивает. И, естественно, под этим лежит глубочайший фундамент. Весь потрескавшийся на кусочки. То есть, это фундамент рабовладельческого общества, которое уже не мог контролироваться, и рабовладельческой экономики. Которая тоже не могла ни контролироваться, ни регулироваться, ни прирастать при помощи демократического управления. То есть, всё, что происходит в Иудее – это всего лишь часть процессов в Риме. Что конкретно в Риме-то в это время происходило? Помимо описанного кризиса, который, как мы помним, завершился установлением принципата Октавиана Августа. Сначала, конечно, диктатурой божественного Гая Юлия Цезаря, а потом уже принципатом Октавиана Августа. Там были очень серьёзные философские изменения, которые не могли не затрагивать периферию. И более того, они её затрагивали просто потому, что все смотрели на метрополию. Что там? Думают, о чём? Там пишут, какие течения там модны. А модны были-то в это время, конечно, два течения – кийников и стоиков. Первые звоночки весьма важные, хотя на тот момент ещё и не вполне выраженные. Прозвучали, когда Цицерон Маркус Тулиус Кикеру издал свой последний трактат в 44 году н.э. Трактат об обязанностях, где высказал концентрированную этическую систему рабовладельческой республики. Полностью оправдывая, конечно, рабство, объявляя священное право собственности, на которую никто не может покушаться. То есть, и собственности на рабов в том числе. Но нельзя забывать, что Цицерон писал о том, что раб – это тоже человек, а не говорящее орудие, как это римляне привыкли думать. И что у раба есть чувства, права, которые необходимо уважать. И вообще, раб – это, как он писал, твой смиренный сосед. И было бы неплохо обращаться с ним как с наёмным работником. То есть, раб выполняет свои обязанности, и ты выдаёшь ему то, что должен со своей стороны. То есть, в рабе огромная часть населения, я уже не говорю про экономику, просто население империи, в нём начинают видеть тоже человека, который более-менее приближается по своему хотя бы личностному духовному статусу к своему хозяину. И продолжил это стоик Луций Анны Сенека. Это знаменитый философ. Он, конечно, жил уже после смерти Цицерона в 43-м году до нашей эры. Он родился то ли в 4-м, то ли в 6-м году нашей эры. Тем не менее, он выразил важнейшую мысль, которая стала весьма популярной среди стоиков вообще по всей империи. Он сообщил, что раб – это не просто неговорящее орудие, а человек. Это человек, равный рабовладельцу. Конечно, не в социальном статусе. Упаси Господь. Упаси Зевс и Афиновоительница. Но душа раба – это важно. Душа раба абсолютно такая же, как душа рабовладельца. Они не отличаются вообще ничем. Чувствуете, к чему мы ведём? Раб – это неговорящее орудие. Отныне раб – это одухотворённое существо. То есть, вдруг оказывается, что у вас то ли 20, то ли 50% населения имеют душу. Они точно такие же, как рабовладельцы. И Сенека, прошу прощения, пошёл дальше. Он сообщил, что рабовладелец ничем не лучше раба, потому что, конечно, есть богами данное состояние, которое нарушить нельзя. Это было бы противно воле богов. То есть, есть рабы от природы, есть от природы их господа. Но ведь и господа не свободны. Как он писал, один – раб чревоугодия, другой – раб скупости, третий – раб вожделения и все рабы страха. То есть, страсти оказываются сильнее людей настолько, что они являются рабами этих страстей. При этом все поголовно являются рабами фортуны. То есть, чего-то надо не рабового, которое, собственно, и определяет, кому суждено родиться рабом, а кому суждено родиться господином. Ведь любая душа господина, если бы фортуне было угодно поступить некоторым другим образом, могла бы стать воплощением в теле раба. А значит, и рабовладелец тоже не свободен. Это серьёзный, важный момент стоической философии, который, повторюсь, повлиял буквально на всю Ойкумену. В 1925 году до н.э. родился в Александрии некто по имени Филон. Теперь знаменитый как Филон Александрийец или Филон Александрийский. Вот он привнёс невероятно сильный момент вообще в философии, в том числе, что важно, и философию диаспоры, потому что Филон был еврей. Он был совершенно эллинизирован, что мы видим уже из его имени. Более того, Танаха он читал исключительно по-гречески. Ну, опять же, насколько мы это можем судить, т.е. не по-еврейски. При этом тоже находился под очень сильным влиянием с одной стороны как стойков, так и с другой стороны и платоников со стороны греков. Греков, конечно. И он выдвигает идею Логоса. Потому что Логос – это некий божий слуга, некая божественная имманация, некое вспомогательное явление, которым Бог являет себя миру. Т.е. Бог являет себя не непосредственно, а через своё слово. Вот непосредственно Бог являлся этим язычником. Зевс мы знаем, молнии металл. Более универсальный Бог, он являет себя при помощи Логоса, т.е. своего слова. И последователи Филона – это Климент Александрийский, Ориген, вот они уже в более позднее время, а мы об этом будем говорить в следующей беседе, они прямо писали, что иудеям Бог явился через пророков, эллинам явился через философов, а всем народом через своего Сына. Т.е. через Логос, прямо соединяя, уже прямым текстом соединяя Личность Иисуса Христа и Логос. Т.е. это было написано уже после создания основного корпуса Евангелий, но Филон-то мы видим, насколько это предвосхитило. Филон, мы же понимаем, что если признать абсолютную историчность Иисуса Христа, он был просто на 25 или около того лет старше. Т.е. когда Иисус вошел в возраст, Филон уже был известным философом, и Иисус, например, конечно, имел шанс пообщаться с его учениками или с его работами. Или с людьми, которые очарованы его философией, или так или иначе сложили свои мнения под их воздействием. Как минимум он общался с фарисеями, с аддукеями, священством, уж которые точно знали о том, кто такой Филон и чему он учил. Просто в силу того, что митрополия иудейская и диаспора очень активно общались. Как минимум правоверные иудеи раз в суккот, на праздник суккот, например, собирались или должны были собраться в храме в Иерусалиме, обменяться новостями, идеями, воззрениями. Вот такая была в общих чертах философская погода на иудейском небосводе в первом веке н.э. В начале первого века н.э. Но теперь обратно к важному, а именно к политике и экономике, точнее к экономике и политике, как-то отражалось на всём происходящем. Дело в том, что евреи оказались страшно разочарованы как нация во всём происходящем, потому что, во-первых, вот мы видим, что вообще все мечты о царстве Израиля, то есть царстве Божьем, они рухнули, потому что уже вот который век вот никак не получается соблюдать завет правильно, потому что что бы евреи ни делали, появляется или новая внешняя мощная сила, которая просто вытаптывает все мечты евреев, еврейской верхушки о собственном царстве, которое бы охватило всю Айкумену, наконец, установив везде Божий закон. Или внутри себя появляется собственная элита, которая то эллинизируется, то романизируется и вообще в конце концов оказывается продажной, коррумпированной, себе на уме и думает о чём угодно, только не о благе народа и о расширении, наконец, царства на всю Айкумену. И отсюда мы видим появление, во-первых, многочисленных сект, а во-вторых, новое возрождение идеи мессианства. Потому что, как мы знаем, пророки предсказывали появление Мессии ещё глубоко в Ветхом Завете. То есть, Мессии – помазанника, который, наконец, станет вождём еврейского народа, голосом Господа Бога, который, наконец, поведёт евреев к счастливой жизни. Что такое Мессия? Мышах. На греческий переводится очень точно словом Христос, то есть помазанник. Кстати, заметьте, Иисус вошёл в мировую историю именно под прозвищем Христос, не под именем Мышах, а под именем Христос, потому что это очень важно. Он стал этим Христос в первую очередь для эллинизированных иудеев диаспоры. Но об этом позже. Пока просто о мессиях. Дело в том, что мессианские идеи, конечно, возникали в эпоху нестроения. А сейчас, как раз, первый век – это и есть эпоха нестроения в Римской империи, а значит, и в Иудее. И мессий было много. Одним из первых значимых мессий стал Иезекия Галилеянин, который поднял восстание. Ещё в он же Иуда Галилеянин, который, опять же, поднял восстание. Вот тут мы вместе рядом с Иудой Галилеянином вспомним другого, я уверен, всем знакомого персонажа, а именно Ирода Первого Великого. Ирод Первый – это очень интересный человек. Дело в том, что он начал свою карьеру довольно молодым, он был тетрархом Галилеи, как раз он раздавил восстание Иуды Галилеянина, который, опять же, поднял не просто восстание, он поднял мессианское восстание, ведя народ на борьбу за божественные… на религиозном фронте в первую очередь, под божественными знамёнами. Вот так вот, так правильно будет формулировать. Ну, а Ирод, вот он так отличился в начале своей карьеры, после чего его карьера очень внезапно оборвалась. Дело в том, что в 1940 году в Иудею вторгаются парфяне. То есть, это мощная сила, с которой было невозможно не считаться, и которая очень быстро подминает под себя как минимум для начала половину Палестины. И Ирод из Галилеи бежит сначала в Иерусалим, из Иерусалима в Египет, где добиваются аудиенции у царицы Клеопатра и Филопатр, которая знакомит его с другим героем тех времён, а именно с Марком Антонием. Ирод представляется Марку Антонио и просит его в обмен на золото, некие преференции сделать его правителем, но никаким не этнархом, а царём иудейским, в обмен на полную лояльность к Риму и лично Марку Антонио. Что Марк Антонио исполняет? Парфян вышибают из Палестины и Сирии. И Ирод в самом деле при поддержке Марка Антонио делается иудейским царём. Но, однако, как мы помним, история Марка Антонио закончилась плохо. И это был переломный, конечно, момент, очень важный момент в карьере Ирода, когда в битве при Акциуме флот Клеопатра и Антонио потерпел сокрушительное поражение от флота Октавиана Августа под командованием Агриппы. Но дело в том, что Ирод был очень умный человек. Он сумел договориться и с Октавианом. Правда, конечно, Октавиан тоже как-то, как и во времена Гнея Помпея, подумал, подумал и решил, а зачем, собственно, нам эти цари здесь? Ну ладно, всё-таки он был триумвиром соправителем Марка Антонио и нарушить слово, данное соправителем третьему лицу не мог. Но зато, когда в 6 году нашей эры Ирод скончался и стал править его сын, который немедленно допёк буквально всех вокруг, и в первую очередь евреев. Евреи были уже очень недовольны Иродом тоже, потому что, во-первых, он был какой-то слишком римский. Вы просто послушайте, как их всех зовут. У него дети были. Аристабул, Филипп, Александр, Олимпиада, Роксана, Соломея. То есть, от еврейского осталось только первой части имени Ирод. Кое у кого. Собственно, всё. Да и Ирод-то был для евреев, которые были очень сильно заморочены, мы об этом говорили уже, на вопросах чистоты крови, был не совсем еврей, а можно сказать и совсем не еврей. Потому что отец Ирода был идумьянин из земли идумейской. Да, вроде как он был и иудей, но вроде как бы всё-таки и не совсем. То есть, да, еврей, но нет, не иудей. А мать-то его была ещё хуже из Наботеи, а вообще была арабка. То есть, спрашивается, а что это вы тут расцарствовались, молодой человек? Ну, конечно. Сначала, когда его прикрывали римляне, тут уж было не поспорить, но тем не менее, недовольство было ужасное. Несмотря на то, что Ирод великий, сделал много хорошего. Во-первых, он боролся с голодом. Он, да, жёстко собирал налоги, да, эти налоги передавались в том числе в Римскую империю, но на эти же налоги закупался хлеб и прочее продовольствие в соседнем Египте, что спасло несколько раз иудею буквально от катастрофического голода. Кроме того, он развернул очень большое строительство. В частности, вот тот самый храм, который мы знаем по реконструкциям, репродукциям, чертежам и, в конце концов, его единственному сохранившемуся фрагменту с тени плача в Иерусалиме – это наследство именно Ирода Великого. По сути дела, он храм построил заново. Он считается всё тем же вторым храмом, который возник после возвращения из Вавилонского пленения. Но, просто потому, что его не переосвещали. Поэтому, вроде как, вот он продолжил традицию предыдущего строения, и поэтому это один и тот же второй храм. По сути дела, конечно, третий, если мы имеем в виду возведение построек со времён Толя Соломона. Вот он был номер три. Стена плача, кстати говоря, это не стена храма, это часть вот этой огромного цоколя, огромной подложки, которым был окружён храмовый холм, на котором уже, собственно, был возведён новый храм. Он был великолепен, все вокруг, конечно, ахали-охали. Но, тем не менее, евреи Иродом были не сильно довольны, особенно в конце его правления. На старости лет у него, видимо, было уже не очень хорошо с головой, он страшно параноил, в том числе он убил четырёх своих сыновей, по подозрению в том, что они заговор коварный против него плетут. И для евреев, конечно, Ирод никакой не великий, а Ирод – это нечто ругательное, что и в русскую традицию через христианскую общую традицию перекочевало, потому что Ирод для нас – это ругательство. А вот его сын, который не отличался в том числе и заслугами-то своего отца, он допёк евреев окончательно. А вместе с евреями он немедленно допёк римлян. И в 6 веке нашей эры, вот ровно почти в тот год, когда родился Луциан Исенека, Актавиан упраздняет должность царя и ставит над Иудеей наместника, прокуратора, который должен был править вообще все Иудеи, невзирая на наличие, отсутствие каких-то там своих этнических устремлений внутри самой иудейской земли. И центр политический переносится из Иерусалима в Кесарию. Собственно, там и находился прокуратор. Собственно, там и находился известный и знаменитый Понтий Пилат. Вовсе не в Иерусалиме. Иерусалим перестаёт быть политическим центром. Хотя, вот тут, конечно, Октавиан немножко просчитался, потому что он мог приказать вывести оттуда политический центр. Но он не мог сделать ничего с тем, что это был важнейший идеологический образующий центр. Тут нужно было предпринимать несколько другие усилия. Они будут предприняты в чуть более поздний период. То есть, что мы видим? Мы видим вот то самое. Мы видим нестроение. Только что очередная какая-то внешняя сила взяла и обнулила Иудейское царство, которое уж просуществовало и так непонятно сколько, т.е. очень недолго. И даже теперь уже и нарха своего-то нет. Он вот появился вроде бы царь ненадолго. Вот что там? Полтора человека про правила. Ирод Великий и его неудачливый сыдончик. И всё. И теперь какой-то прокуратор римский. Тут возникают сразу... Даже не то, что возникают. Выходят на очень важный план иудейские партии, основанные по религиозному принципу. Т.е. это натуральные иудейские секты. Но не в современном смысле слова секта, как нечто негативные, а секта от латинского часть. Т.е. части иудейских течений внутри общей религии. Конечно, во-первых, это были саддукеи. Саддукеи, помимо того, что они исповедовали иудаизм, они ко всему прочему были ещё и очень лояльны к римлянам. И выражали в первую очередь интересы прослойки высших аристократов, богатых землевладельцев, купцов, ростовщиков, торговцев. Т.е. приличных граждан. Но т.к. приличные граждане очень сильно завязаны на деньги и вообще владение собственностью. Тут уж извините. Приходилось как-то дружить, договариваться с римлянами. Да. Саддукеи были очень лояльны. Просто предельно лояльны. Полных антитезой выступали фарисеи. Ещё одно ругательство, которое перекочевало к нам из Нового Завета. Фарисеи при этом. Это, в общем, не совсем то, что нам пишут в Евангелиях. Если мы посмотрим на это дело с внутренней, этнической, я бы сказал, наверное, современным языком, националистической внутри иудейской стороны. Вот они не являлись тем, что написано в Евангелии, какими-то там лицемерами, отвратительными, начётчиками и мерзавцами. Ни в коем случае. Да, конечно. Стержневым моментом их религиозной доктрины было добуквенное соблюдение Завета с Господом. Добуквенное буквально. И добуквенное соблюдение всех ритуалов. Потому что, извините, пожалуйста, вот у нас есть книжка. Там написано, как нужно проводить ритуалы. Книжку эту, между прочим, нам диктовал лично Яхве. Неужели вы думаете, что Яхве хуже? Вас знает, как правильно ему поклоняться. В конце концов, это же Завет, то есть, договор. Договор нужно исполнять. В этом отношении фарисеи очень напоминают легистов. Тех самых китайских легистов, которые выступали за точное следование закону и отсутствие вообще понятия справедливости. Потому что зачем справедливость, когда есть закон? Вот фарисеи что-то подобное и проповедовали, и исполняли на своей земле. Так как римляне просто своим непосредственным влиянием нарушали этот закон, соблазняли евреев хотя бы отчасти этот закон нарушать. Ну, посмотрите. Кругом какие-то то римские, то греческие имена. Ирод Великий страшно сказать. Он помимо храма ипподром построил в Иерусалиме, где проводятся шатанинские скачки. Там какие-то статуи, каких-то богов появляются. Какая-то философия какая-то непонятная. Это все какие-то стойки. Кто это, кстати? Затем нужно было что-то делать. Вот фарисеи делали. Фарисеи в данном случае выступали очень жесткими, правда, умеренными римскими патриотами. Хотя внутри фарисеев была некая часть, которая напрямую блокировалась еще одной сектой, о которой мы сейчас будем говорить. А именно с зелотами. Вот зелоты – это были фарисейские фундаменталисты, как вы бы сказали. Которые вообще практиковали практику прямого политического террора. То есть, зелот – это человек, который тоже иудей, но он выражает интересы совершенно другой части иудейского общества. А именно бедноты городской, бедноты крестьянской, бедноты ремесленной и от того слоя, который теперь называется средний класс, точнее низшее его звено, которое пока еще не бедное, но может таковым стать в любую секунду под воздействием римских налогов. И вот зелоты, они напрямую сопротивлялись римскому владычеству с оружием в руках, организовывая разбойничьи засады, партизанскую борьбу, очень агрессивную контрпропаганду на улицах. Имели, кстати говоря, очень большой успех. Как мы помним, один из учеников Христа, один из апостолов будет зелотом. Симон Зелот – тот самый. Точнее Шимон, как правильно, наверное, сказать. Да и вообще, если мы воспримем 12 апостолов как людей вполне реальных исторически, мы заметим, что, в общем-то, большая часть из них, если не была сама зелотами, то, по крайней мере, сочувствовала им, как огромные-огромные слои иудейских низов, которые видели, что их страна растоптана, их народ порабощен и уже частично рассеян, конечно, это вызывало яростное сопротивление. Что конкретно вызывало яростное сопротивление? До попытки переписи. Как только римляне пытались переписать население для чего? Для упорядочения сбора налогов. Как возникало или глухое недовольство или напрямую восстание? Восстания были, прямо скажем, нередкостью. Этим занимались зелоты, да, и примыкавшие к ним крайне правые иудеи. Прошу прощения, крайне левые иудеи. Фарисейского толка. Которые, наверное, можно так сказать, выступали интеллектуальным штабом зелотов или идеологическим штабом зелотов. Опять же, если предельно усовременить терминологию того времени, приблизив её к нашему пониманию. Это были люди активные. Запомним их – зелоты, фарисей, саддукеи. Которые, по завету, правда, гораздо более поздних философов, не просто познавали мир, но и активно пытались его поменять. Применяя свою философию на практике. Так или иначе, в меру своей испорченности. Или, наоборот, непорочности. Но это же далеко не всё. Я перечислил несколько крупных, активных сект. А ведь были секты, которые сказали словами Шекспира буквально. Чума на оба ваших дома. И на вашу эту продажную верхушку. И тем более на эту вашу Римскую империю, кстати, вместе со всеми этими самыми парфянами, какими-то там птолемеями, селевкидами. Идите все к чёрту. Мы с вами не желаем иметь ничего общего. И возникают, как очень часто бывает при больших социальных, экономических надломах, люди, ударившиеся в чистый эскапизм от реальности. То есть, если тут настолько всё плохо, а мы ничего сделать не можем, значит, нужно вообще никак не участвовать в данных мероприятиях и заниматься чем-то другим. Так как это были глубоко религиозные течения из всех перечисленных, то нужно заниматься чем? Религией. А религия говорит о том, что нужно быть хорошим человеком. Нужно исполнять заповеди. Причём не так, как фарисеи, публично. А может быть, ты вообще ни одного обряда не будешь соблюдать. Ну или, по крайней мере, точно соблюдать. Но ты будешь выполнять заповеди в точности при этом. Да, это очень тяжело. Просто невероятно тяжело. Мир полон соблазнов, а поэтому из этого мира нужно удалиться. И так возникает секта есенов, которая у нас известна, в том числе, как есеи. Сначала их было очень немного. Порядка 4-5 тысяч человек. Они живут отдельными общинами на берегах Мёртвого моря. Учат тому, что все люди-братья категорически не приемлют никакого рабства вообще. И более того, понятие частной собственности. Неважно какой. То есть, да, может быть, личное имущество. Ну, там ты тунику, например, одел. Ну, было бы довольно глупо у тебя её как-то делить. Потому что это просто физически неудобно. Ну, например, если у вас есть саха, кирка, лошадь, так вы её вместе будете использовать. Зачем вам это всё нужно? Потому что всё равно люди рано или поздно и при этом категорически гарантированно неожиданно умрут, оказавшись в совсем другом мире. Причём евреи-то тогда у них понятие спасения души было крайне-крайне размытым. Сейчас об этом тоже скажем. Так вот. Вот секта есеев. Есеи при этом, судя по всему, проповедовали ещё и очень гностический подход к проповеди и следованию религиозным нормативам. Вот для них, видимо, очень важен был этот самый Логос. Кстати говоря, это типично гностический парафраз, который потом прозвучит в Евангелии от Иоанна. Сначала было слово, и слово было у Бога, и слово было Богом. Так вот. Гностики, т.е. познающие, познавали не просто так, они ещё и собирали, массировано собирали книги. Т.е. свитки. Тогда вот такой вот книжки просто не существовало. Всё собиралось в свитках папируса, насаженных на деревянные стержни. Кроме того, была секта терапевтов. Т.е. исцеляющих. Секта терапевтов. Правда, звучит здорово. В поликлинику придёшь, а там окопалась секта терапевтов. И к ним не попасть. Кстати, к этим терапевтам, как и к есеям, тоже было попасть очень непросто. Почему? Потому что вот ты пришёл, а вдруг ты собираешься тут соблазнять всех на какие-нибудь нехорошие дела. Нет, конечно, мы к тебе априори хорошо относимся. Ну, вот тебе, пожалуй, трёхлетний испытательный срок. Изволь отбыть. Потом мы присмотримся и прилим тебя вообще. Ну, или с Богом отпустим. Накормим в дорожку. Напоим. Дадим одежду. Болен. Вылечим. Ступай себе. Вот терапевты как раз занимались в том числе исцелением тела. Это было... Мы не очень много знаем про эту секту, прямо скажем. Но, судя по всему, они были чем-то похожи на йогов. То есть, они не только лечили душу. Они говорили, что душа находится в неком резонансе с телом. Это одно и то же. В конце концов, разные проявления этого. То есть, исцеляя душу, мы исцеляем тело. И исцеляя тело, исцеляем душу. Судя по всему, они практиковали какие-то ритмические произнесения заклинаний. В том числе использовали благовония, травы, ароматерапию. В общем, так. Вы знаете, вот были люди, эмидотерапевтов, вообще удалившиеся из мира. И, собственно, ранние монашеские уставы, ранние монашеские христианские общины, они будут иметь в виду своей основой во многом именно практику секты этих самых терапевтов, исцеляющих. То есть, мы видим, как философское и собственное, трансформированное под воздействием эллинизма, и совсем стороннее, то есть, римское, привнесённое непосредственно оттуда, находит понимание среди в том числе очень простого народа. И оно должно было рано или поздно дать какой-то синтез, сливаясь вместе. То есть, я не склонен думать, что какой-нибудь простой Ессен или Ессей в тонкостях разбирался в философии, скажем, Филона Александрийского или Луции Анны Ессенеки. Я даже не уверен, что он слышал-то про такого, как Луций Анны Ессенека. Но Ессенека и этот простой Ессей, назовём его, скажем, Елизарий. Вот. И Елизарий жили в одних и тех же экономико-политических условиях, которые как общественное бытие формировали общественное сознание и диктовали некие общие всходы в виде отражения этого бытия. При этом философия одних может быть при опосредованной передаче, может быть при непосредственной передаче, но она не могла не давать и давала всходы на собственно иудейской земле. При этом мы не забываем, что иудея подвергалась интеллектуальным воздействию и с другой стороны, т.е. с востока, и с запада, т.е. из Египта. Где были свои очень мощные философские учения, которые были неизмеримо, как сложившиеся артефакты философской мысли, более древние, чем иудейская. Вот мы знаем, что они принесли иудеи из Персии, из Вавилонского плена, из Ассирийского в конце концов плена. Об этом мы много говорили в прошлый раз. Это и попытки создания верховного божества Мардука, это в конце концов и легенда о Гильгамеша, откуда вообще имеются прямые цитаты в космогонической части Библии. И чисто иконографические черты, конечно же, очень сильно повлияли и эллины, которые вообще были известны, и культуртрейгеры, и буквально спаяли философские течения, идеологические течения. Огромные экумены от берегов Инда и Ганга почти до Италии. И вот это все сложилось вместе. В один такой очень мощный пул, который завертелся где? Да просто в географическом центре соприкосновения, как водоворот, как смерч, когда вот эти вот разнонаправленные ветры начинают сходиться в одной точке и закручиваются сами вокруг себя. Это, конечно, была иудея, перекресток миров. По поводу спасения души. Обещал сказать, чуть не забыл. Вот саддукеи, окажись вы с ними на симпозии с вином и женщинами, и, конечно, философскими рассуждениями. Они бы вам сказали, какое, простите, спасение души? Нет, конечно, душа у вас есть. Душу в вас вложил лично Яхве. И она бестелесна. Но когда вы умрете, и душа ваша тоже умрет. Мы там слышали какие-то сказки про какой-то шеол, куда душа попадет после смерти. Вот бросьте, пожалуйста. Это все идейки... Мы знаем, кого это. Греки придумали. И же с ними. Рассказывая про какое-то там царство Аида. Нет. Ничего подобного. Тело умирает, душа растворяется. Все. Ничего от вас не останется, потому что вы грязь, глина и тлен. А кто будет жить вечно, так Бог будет жить вечно. Так всегда было и будет. Вы-то тут, дорогой товарищ, при чем? Жить нужно здесь и сейчас. Потом? Не будет никакого потом. Да, при этом садукии признавали наличие... Железно признавали наличие души. Это было очень важно, потому что... Кто такие садукии? Это же коллаборанты, пособники оккупантов и отвратительных мерзких собственных богатеев, ростовщиков, аристократов. Которые уже три раза продали свой народ. А народ, конечно, не воспринимал в итоге таких мрачных, прямо скажем, перспектив. Как это я умру и душа у меня умрёт? Что я меня как холодильник выключил, что ли? Нет. Шалишь. Тем более, кто это нам рассказывает? Это у него сейчас все в порядке. Он скажет, что да господи, я уж тут свое пожил. Ресницы муравья в сметане ел каждый день. Что мне ещё? В раю мне лучше точно уже не будет. Кто мне там будет тушить ресницы муравья в сметане? Никто не будет. Поэтому, наверное, вот садукии-то они потом расстраиваются, а мы, прошу прощения, здесь страдали. Нам какое-то утешение нужно. И, конечно, это утешение искали в религии. А где же ещё? В то время человек утешение мог найти только там. Правильно совершенно по этому поводу. Говорил Энгельс, что религия опиум только не для народа, а опиум народа. Имей в виду опиум, как он использовался тогда, как обезболивающее. Это именно анестетик. Потому что реальность иногда была настолько чудовищна, что хоть как-то обезболиться можно было только в мистике. Ну и вот, что у нас есть. У нас есть сложение порождённого экономической и политической ситуации, народного движения. Есть философия. Есть собственные иудейские, интеллектуальные, да и практические, в том числе, течения. И есть идея Мессии. И более того, как мы знаем, как минимум два важных Мессии только что пронеслись на иудейском политическом небосклоне. И вот к первому веку нашей эры мы знаем Мессий примерно 12. Которые... Все, конечно, говорили, что мы Мессии... Вот, например, один Мессия, оставшийся безымянным, сообщил всем, что он уведёт избранный божий народ, как Моисей увёл израильтян из Египта. Точно так же он уведёт их из Иудеи в другие более счастливые места, для чего нужно просто всего лишь пойти и перейти через реку, вода которой передо мной, как перед посланником Божиим, немедленно раступится. Ну, вы же читали эту историю, как Моисей через Красное море перешёл. Он будет так же. Людей довёл, они все зашли в реку, вот они раступились, половина утопла. Отличное, я считаю, завершение карьеры. Другой, это правда было в несколько более позднее время, повёл людей на Масленичную гору и сообщил, что сейчас падут стены Иерусалима, потому что Иерусалим нужно отобрать у римлян. Повёл народ на Иерусалим. Ну, понятно, стены почему-то не упали. Это работало в более счастливую эпоху, скажем так. А римляне этих самых экзальтированных верующих вполне логично приняли за повстанцев, смутьянов и просто частично их перебили, частично разогнали. И вот где-то в этот момент, мы точно не знаем, когда, появляется парень по имени Иисус. Мы, кстати, не знаем, где он был. И вообще точно мы не знаем, был ли он вообще, но, признавая такое гигантское количество, пусть нарративных, но источников, ну, как историку приходится признать, что, во-первых, дыма без огня не бывает, а, во-вторых, тут же у нас срабатывает бритва Оккама, которая признаёт самое простое решение, скорее всего, наиболее правильным. Поэтому, если есть постоянные назойливые упоминания о Мессии по имени Иисус, то есть, скорее всего, он был, и звали его, скорее всего, именно так, и по происхождению он был галилеянин. С папой непонятно, кто это был. Возможно, это был один из будущих зелотов, повстанцев против римского владычества Иосиф. Может быть, нет. Может, в самом деле был вполне себе благонамеренный и кроткий гражданин. Бог его знает. Да, возможно, он был плотником в самом деле. И да, очень возможно. И, скорее всего, если Иисус в самом деле существовал, происходил он напрямую из колена Давидова. Я чуть позже объясню, почему. Об этом многие прямые намёки нам говорят. И вот он, оказывается, так как у он из рода, прошу прощения, раввинов, он с детства неплохо образован. По крайней мере, очень сильно отлично от окружающих. Входя, в общем, не самую большую часть тогдашнего мирового населения, которое умели писать и читать. Ого-го. Это как сейчас два высших образования. И писать, и, представляете, читать одновременно. И вот этот молодой человек, получив некий жизненный опыт, как говорят, к 30 годам начал свою проповедь. Мы же не знаем точно ли к 30. Точно ли он родился в начале первого века нашей эры. Ну, допустим, для того, чтобы упросить всё до модели, чтобы там просто легче было общаться с материалом. Он начинает свою проповедь. Один из многих, повторяюсь, около дюжины одновременно ходило. Только тех, которые были хоть сколько-нибудь значимы. Сколько их было мелких, этих пророков, проповедников, мессий, вообще, подчёту никакому не поддаётся, в силу того, что мы их просто из источников не всех видим. Далеко не всех. Видимо, было гораздо больше. Возможно, даже сотни. В этом накалённом, раздражённом очень, крайне плюралистическом и даже местами синкретическом Израиле, израильском народе, который подвергается самым разным воздействиям, в том числе и религиозным, со всех сторон тогдашней Римской и соседней Ойкумены. О чём он проповедовал, вот копья ломают учёные до сих пор. Потому что личность исторического Иисуса – это загадка, прямо скажем. Некоторые признают, что 18% того, что находится в Евангелии, просто из текстуального слечения между собой и некими соседними источниками хронологически, оно настолько совпадает, что, видимо, вот именно это Иисус-то и говорил. Именно это он и проповедовал. А остальное – это какие-то или ошибки переписчиков, или домыслы последующих последователей, учеников, учеников-учеников. Попытки как-то логически скомпилировать паулинизм и петеризм, например. Короче говоря, нечто нанесённое. Одно точно совершенно. Что Иисус был Иудеем. Это очень важно. Он был Иудеем по вероисповеданию. Что прямо, совершенно точно сообщают нам все Евангелия. То есть, он прямо говорит в своей знаменитой Нагорной проповеди, что я пришёл не нарушить завет пророков, но исполнить его. И он в точности повторяет все заповеди, которые были даны Яхве иудеям ещё во времена Моисея. Как говорят. На горе Синай. Вот буквально самый первый. Первая заповедь какая? Нет Бога, кроме Бога. Фактически так. Что потом станет, в гораздо более позднюю эпоху, станет начальной частью формулы правоверия в исламе. Ислам, об этом вообще отдельно поговорим. Это же тоже точно такой завет. И Мохаммед, с этим ими в веках, пришёл тоже не для того, чтобы нарушить завет, а для того, чтобы сделать его вот именно таким, какой он должен быть. Имея в виду, что всё вокруг испорчено. Потому, что что Мохаммед советовал? Идите и читайте книгу. Тогда никакого Корана ещё не существовало, поэтому он мог посоветовать читать только Библию. Никаких вариантов не было. Так вот, таким же человеком только в гораздо более раннее время был Иисус, который призывал, наконец, читать Библию. Читать Танах. Но не как фарисеи, которые пытаются вот до запятой там всё, ну, конечно, наверное, давайте так, до огласовки всё соблюсти и ходить столько шагов, сколько предписано. А по духу? Если это в самом деле было так, то, так прошу прощения, он был очень близок по своим воззрениям к Есеям. И Есеев недаром считают некоторые. Вот прямо христианами. Кстати говоря, Есенов, Есеев, Есенов, да и терапевтов зачастую, романизированные авторы прямо называли христианами, просто путая их. Конечно, в более позднее время просто путая их конкретно с христианами. Естественно, Есены не были никакими христианами, хотя, повторюсь, это были явления одного и того же корня. Естественно, никакого слова «христиане», даже понятия, я имею в виду не термина, а понятия «христиане» тогда просто не существовало. Да, возможно, был некий кружок последователей Иисуса. Ну и Иисус-то заканчивает очень плохо, потому что Он вступает в конфликт с фарисеями. Фарисеи дорожат на Него храмовому начальству. Храмовое начальство Его, видимо, скорее всего, убивает, скорее всего, распинает. Участвовали ли в этом Римляне, очень сложно сказать. Дело в том, что римский прокуратор, как мы уже выяснили, проживал в Кесарии. И в Иерусалиме его быть не могло. А что там делать, спрашивается. Более того, в Иерусалиме не было никаких римских военных. Там неподалеку квартировала когорта Ауксилии. Но зачем, скажите на милость в городе, который буквально был набит храмовой стражей, использовать каких-то римских солдат. Бог его знает. Я, честно говоря, не знаю. Возможно, конечно, они эти Ауксиларии, в конце концов, использовали для того, чтобы окончательно решить вопрос Иисуса Христа. Ну и что? Его решили. Видимо, да. Видимо, повесили на кресте. Или на столбе, что гораздо более вероятно. Потому, что это были казни, в общем, сопоставимые вполне. И одно вполне заменяло другое. Это был, в общем, в смысле приведения высшей меры социальной защиты, синоним. Что крест, что столб. То есть, в этом нет ничего невозможного. Я не утверждаю, что это было так. Я не пересказываю Евангелие. Не пытаюсь его реконструировать. Я говорю, что в этом просто. Опять же, исходя из принципа Оккома. Настолько нет ничего невозможного, что правильнее было бы этот момент принять на веру. И использовать как рабочую модельку. Так вот, Иисус умирает. Его убивают фактически. И, наверное, остаться бы Ему одним из десятков убитых пророков. Потому, что пророк довольно плохой пророк, если он не проповедует о конце света, а Иисус об этом проповедует. И если в конце концов он не принимает мученическую смерть. Вот Иисус в этом плане идеально исполнил два необходимых момента. Но у него, конечно, остается некая группа почитателей. Его ученики – апостолы. А вот дальше история, прямо скажем, несколько таинственная. Иисус и его проповедь идеально легли. Просто идеально легли в существующие условия. Дав те ответы, которые не могли видать Иисеи. При этом, будучи совершенно по духу. И тем людям, которым хочется действия. Которым надоело пассивное ожидание хоть какое-то. И при этом, говоря, что да, Иисеи правы. Верить нужно по-настоящему, верить душой и соблюдать заповеди. Вот так, как это и было сказано. То, что вы не можете эти заповеди соблюдать дословно, потому что соблазнов слишком много. Ну, возможно, кроме 0,001% святых, которые среди вас есть. Так это понятно, потому что князь мира сего – это дьявол. Князь мира сего – дьявол, а значит, дьявол тут просто сильнее вас всех вместе взятых и каждого в отдельности. Поэтому для того, чтобы как-то поправить ваше регулярное неисполнение заповедей, так нужно практиковать раскаяние. То есть, говорить, что я так больше не буду, но сказав, что я так больше не буду, после того, как вы нагрешили, реально так больше не делать. Вот как бы стержень того, что имеет место. А какое может быть деятельное участие в жизни мира, так нужно исправлять всё к хорошему. Нужно идти, проповедовать, собирать своих последователей. И, конечно, вот есть эти все римляне, у них есть там свой кайсар, но кесарю – кесарево, а слесарю, как известно, слесарево. Занимайтесь своими делами, в конце концов. Но, вот мы помним, что был там некий Симон Зелот. И ведь Зелоты-то никуда не делись. И проповедь Христа, она ведь нашла и их тоже, в том числе. Я не могу сказать, что Зелоты разом перековались в последователи христианства. Нет. Я имею в виду, что последователи Христа, вот часть из них тоже имела вполне активную позицию. В том виде… То есть, в каком виде? Что Иисус дал честное иудейское. Он ушёл, но обещал вернуться. Как мессия, уже настоящий, в полной славе. То есть, мессия, который, как Иуда, Маковей Молот придёт и, наконец, раздаст всем этим римлянам, всем этим зажравшимся саддукеям, лицемерным фарисеям. И, наконец, Царство Божие не зайдёт на землю. В первую очередь на Израильскую. А уж остальные как получится. Скорее всего, они все просто при этом умрут. Как-то это всё провалилось до 60-х годов нашей эры. Первого века нашей эры. И социальное напряжение-то очень сильно нарастало в это время. Всё закончилось, конечно, чем? Первой иудейской войной. Мощным восстанием 66-го года. Когда в Иерусалиме поднялась народная волна, которая буквально смела эту когорту ауксилариев. Понятно, что это когорта 400-500 человек, что они могли сделать? Их на ноль, видимо, помножили, тех, кто убежать не успел. И всё. И прокуратор ничего не мог с этим сделать. Совершенно ничего. Потому, что он не располагал необходимыми силами для этого. Конечно, он принялся вопить, что тут нас убивают и ратуйте люди добрые. Для чего из Сирии, чтобы рятуваты прокуратора, был прислан 12-й легион. И 12-й легион заходит в Иудею. И вот там-то восставшие, которые буквально со всей страны поднимаются, захватывают арсенал с оружием. Кстати, что очень важно, они там вооружаются как следует. Так вот, этот легион не просто разбивают. Легион теряет орла. Потери орла легионом – это значит, что всё. Его как боевой силы больше вообще не существует. То есть, если люди добрались до аквилы, до аквилифера, значит, что его просто некому было защищать. А легионеры защищали орла до последнего, потому, что это не просто знамя. Это вместилище легионного гения. То есть, это то, с чем проходит вся жизнь римского военного. Вся буквально его жизнь. Он молится под этим орлом, он просыпается под этим орлом. Это первое вообще, что он видит во время побудки – это то, где он в конце концов получает просто первые представления настоящей взрослой самостоятельной мужской жизни. Его призывают на службу в 15 лет. И вот он мальчишка, он становится мужчиной фактически под этим орлом. То есть, легион уничтожен полностью. А это время царствования императора Нерона. И вот тут, конечно, это прямо, скажем, иудеи сделали зря. Хотя у них были на это свои причины. Туда идут сразу четыре отборных римских легионок, которые там таких насовали этим евреям. Господи, Боже мой! То есть, это восстание просто потопили в крови. Хотя, конечно, партизанская борьба продолжалась до 1973 года. Но примерно к 1969-1980 году восстание было полностью задавлено. Ну, еще бы прошу прощения. Это же четыре дивизии профессиональных солдат. Которые с единым командованием, с дисциплиной римской армии. Причем в эпоху своего высшего, наверное, расцвета. Ну, и что мы видим в этот момент? А мы видим, что люди вдруг вспомнили, что, между прочим, где-то был какой-то паренек, галилеянин. Кстати, вот эти же подонки или их подручные, они его извели. Но что же он такое говорил? Так он же говорил, что он воскреснет. Ничего себе! То есть, если он воскреснет, его же, значит, убить нельзя. Вот это мессия так мессией, наверное, был бы. И вот тут-то, конечно, начинают жить своей жизнью отдельно Иисус и отдельно Христос. То есть, мессия. Дело в том, что огромная часть иудеи, израильтян просто не знали, что он такой вообще был. Его просто никогда не видели, никогда о нём не слышали. Ну, или, возможно, только что-то слышали. Да и время-то уже прошло. Если Иисуса убили где-то около 30-33 года нашей эры, так это уже прошу прощения 66-69. 36 лет прошло полтора поколения. Так, на секундочку. Это, с одной стороны, плохо, потому что далеко по времени. А, с другой стороны, для формирования легенды лучше не придумаешь, потому что как раз за это время фигура Иисуса могла обрасти дополнительными деталями, слухами, легендами. И, в конце концов, круг его учеников мог невероятно расшириться по сетевому признаку. И вот Иисус – это живой человек, убитый, ну, давайте, допустим, римлянами. Убитый римлянами. И, кстати, в сознании евреев конца 60-х годов наверняка убитый римлянами, потому что эти сволочи, уж сколько тут народу перевешали. На крестах. Все эти кресты видели. Вся Иудея была крестами заставлена. Где в страшных мучениях предельно позорно погибали вожди и активные участники восстания. Или просто люди, на которых пальцем показали нехорошие соседи и сказали, что это, между прочим, вот да-да-да, он тоже был среди восставших. Там римляни были настолько нервные, что сразу приколачивали куда надо, кого угодно. Плохо сказал, куда надо, кого угодно. Надо запомнить. Так вот, Иисус – это просто живой человек, который закончил жизнь так нехорошо, за которого очень обидно. А есть Христос. Есть Христос. То есть, это Мессия. Это Мессия, который придёт, порядок наведёт, в конце концов. И его далеко не сразу соединяют вместе Иисуса и Христа. Для этого, как раз, видимо, тут прав был Фердинанд Кристиан Бауэр, говоря о синтезе петринизма и паулинизма. Потому, что все довольно уже к тому времени, наверное, мощные общины, которые выросли из апостольской общины Иисуса, прошу прощения. Их уже была там, видимо, ни одна, ни один десяток по всей Иудее. И, они делятся на две партии. Одна из которых, видимо, тогда главенствующая, а занимает активную националистическую противоримскую позицию. Но не как фарисеи, а вот как самые фундаментальные зелоты, которые страшно сочувствуют восставшим. И где-то в их среде рождается откровение. Это далеко не первое откровение. И не единственное откровение. Откровений было довольно много. Вот то, что мы знаем под пугающим именем апокалипсиса. Апокалипсиса Иоанна Богослова. Точнее говоря, конечно, апокалипсис, который Иоанну Богослову приписывался. И что мы в этом апокалипсисе видим? Апокалипсисе видим? Это ярко выраженный, очень острый, буквально кровоточащий от моральной и физической обиды антиримский памфлет, который предрекает скорое уничтожение этой прогнившей чертовой империи. И месть, которая наконец совершится. Пускай не руками Израиля, пускай руками высших сил, которые придут и сокрушат эту империю. О чем говорит с довольно жирными намеками. Об этом очень много размышляли. И первым, кстати говоря, продатировав более-менее уверенно и выдвинув расшифровку его, это был Фридрих Энгельс. Говоря о раннем христианстве и опять же в статье Бруно Бауэр и раннее христианство, да он там расшифровывает апокалипсис. Со всеми его герменеоптическими формулами, которые на поверку казались не такими уж таинственными. Потому что число зверя 666 – это всего лишь цифрограмма имени Нерокайсар, т.е. Нерон Император. Если записать в цифровом выражении, это будет 666 как раз. Напрямую такое в Иудее под римским волнычеством писать было нельзя ни в коем случае. Потому что, ой-ой-ой, что могло быть. Описание вот тех пяти царей, которые были, шестой и один из которых должен вернуться – это как раз прямой намек на Нерона, потому что в это время буквально вся экумена римская полнилась слухами, что Нерон не умер. Он всего лишь был ранен, плохо себя чувствовал, и вот прямо сейчас скрывается, но он вернётся, свергнет существующего царя и будет таким образом править сам. Откуда, собственно… А Нерон это был для иудеев, и в том числе для иудея-христиан, т.е. для, как бы мы сказали, терминами Баура-петринистов. Это была гадина невероятная. Т.е. вот как раз человек, подходящий на роль антихриста, как нельзя лучше. Ну, а Рим – это вавилонская блудница, которая сидит на звере с семью головами. Т.е. на семи холмах. Холм и голова – это что-то очень похожее, согласитесь. Ну, а вавилонская блудница – это, опять же, Вавилон – это автор первого пленения иудеи. Вот поэтому его и называли плохими словами. Опять же, сказать римская блудница – так ты вот там сейчас повиснешь, вот там вот на столбике рядом со всеми. Как этот самый ваш шкакив Иисус? Ну, никому ж такое не хочется, правильно? Ведь нужно вести некую борьбу, а для этого нужно оставаться в живых. Поэтому вот некая метафора, некая герминевтическая тайная формула. Т.е. шлюха, которая взяла в плен несчастных иудеев, сидящая на семи холмах, и антихрист под именем 666. Ну, там мрачнейшее пророчество, как-то всё будет ужасно, и в конце концов Рим падёт. Это первая книга Нового Завета. Энгельс датировал её где-то так около 68-69 года. Конечно, это слишком точная датировка, потому что последующее изучение текста говорит, что в нём есть и более поздние вкрапления. Но в любом случае, начал формироваться он именно тогда и, скорее всего, именно тогда, впоследствии дополняясь. И что ужасно, там нету практически ничего о человеке Иисусе. Там есть Христос, Мессия. Да, Он там есть. И вот в это время и начинается постепенное формирование христианства как самостоятельного учения. Не иудейской секты, а самостоятельного учения, когда иудаизм и христианство должны будут разойтись на две большие ветви. Для этого необходимо было соблюдение ещё многих факторов и некоторых событий, чрезвычайно важных. Потому что ведь, как мы видим, это важнейшее, я повторяю об этом уже раз в десятые, учитывая нашу прошлую беседу, что есть иудеи в диаспоре, то есть в изгнании, которых непосредственно вообще не касаются эти кровавые дела в их метрополии. Но идеологически они касаются невероятно. Вы представляете, у вас вашу родину, родину ваших предков просто растоптали кровавыми коллегами, искололи пилбами и изрубили гладиусами. Измяли буквально щитами. Вот что происходит. Это тоже, конечно, на них влияет, не может не влиять. И тут же есть иудеи, которые живут непосредственно в самой иудеи, общающиеся друг с другом. И, конечно, это находит своё отражение, в том числе и в философских течениях. Но всё-таки это важно. Во-вторых, иудеи, которые находятся в диаспоре, они же, конечно, предельно романизированные, эллинизированные. И всё-таки их не совсем касаются. Вот так вот, да? Вот этими кровавыми руками их не касаются подробности существования их малой родины. Родины их предков, точнее говоря. Вот так правильно бы сказать. Да, это их не трогает. И поэтому просто так вот этот толчок разделения иудаизма и не-иудаизма возникнуть не мог. Для этого должна была поставлена некая точка. Потому, что пока мы видим, как есть условный петринизм и условный паулинизм. То есть, яркое, кровавое, бескомпромиссное противодействие иностранным захватчикам. Конечно, под религиозными знамёнами, какими, собственно, ещё. А с другой стороны, есейский уход от мира, философствование, спасение души и оставление кесарю кесарево, а слесарю слесарево. Вот восстание подавлено. При этом противоречия никуда не делись. И есть идеологическое обоснование под этими противоречиями. И огромный потенциал мести. Настоящей кровной мести. Ну, конечно, всё прорывается, естественно, с восстанием Шимона Баркосеба. Которого мы больше знаем как Шимон Баркоба. То есть, сын звезды. Симон, сын звезды. Он поднимает восстание. Римляне, прямо скажем, были к этому не готовы. Восстание было очень хорошо законспирировано и подготовлено. И даже на какой-то момент он умудряется захватить Иерусалим. И даже чеканить собственную монету. Мы знаем отлично археологически найденные тетродрахмы Баркоба. Так, кстати, Иосиф Сталин, его подпольная кличка Коба, она не просто так. Она в честь того самого Шимона Баркоба. Вот здесь черносотенцы-антисемиты должны сделать далеко идущие выводы, почему Сталин так назвался. Это шутка в сторону её. Так вот, проходит с подавления восстания довольно много времени. Проходит 60 приблизительно лет с момента подавления первого иудейского восстания. Баркоба поднимает своё восстание. И тут-то все вспоминают. Слушайте, во-первых, это у нас не только 60 лет с момента предыдущего восстания. Это у нас, между прочим, ещё и 100 лет с того момента, как вроде бы Иисуса этого вашего убили. Как интересно, какое совпадение-то занятное. А человек того времени, он же мыслит довольно простыми категориями. 100 лет. Это значит, что где-то здесь должен произойти конец света. И, конечно, израильтяне, видимо, в том числе те самые петринисты, эти христиане-зелоты, иудео-христиане, включаются в вооружённую борьбу. Очень активная вооружённая борьба идёт с напряжённой и с большим успехом для иудейских повстанцев. Мы не должны представлять себе Израиль, как сейчас. То есть, довольно маленькое государство где-то на периферии Средиземного моря. Ну, Средиземного моря. Нет, конечно. Иудеев тогда проживало, судя по всему, не менее 5-6 миллионов человек. А в Римской империи всего населения было около 70 миллионов человек. То есть, примерно каждый 12-й был иудей. Вот так вот. Это был один из очень многочисленных народов Рима. Поэтому справиться с ним вот так с налёту, когда они всерьёз взялись за дело, было непросто. И на какой-то момент римляне двинули на иудею. А так, ни много ни мало. 25% собственных легионов. Четверть. То есть, это не 4 легиона, как во время предыдущего восстания. А просто четверть наличных сил. Конечно, с таким бороться в то время не мог никто. Я думаю, что четверть легионов Римской империи, если бы они пошли на Парфию, даже Парфия, наверное, не справилась бы. Ну, по крайней мере, вряд ли бы её завоевали, но поражение бы однозначно скорее всего нанесли. Чего уж тут говорить о какой-то там провинции. Провинцию просто вытаптывают. Сравнивают с землёй. Остаётся последняя крепость. Та самая знаменитая Масада, в честь которой теперь называется не менее, наверное, знаменитая израильская спецслужба. Масада – это мощная крепость, очень хорошо укреплённая крепость, которая находится на огромной труднодоступной горе. Когда смотришь на неё, думаешь, господи, это взять вообще нельзя. Ну, по крайней мере, без современных установок залпового огня и вертолётов, которые могут туда непосредственно высадить десант. Но римляне не были бы римлянами. Они эту крепость взяли. Во-первых, они положили в осаду. Во-вторых, они стали везти туда просто гигантскую земляную насыпь, которая встала бы выше самых высоких стен на этой горе. Ну, чтобы туда можно было просто пешком зайти. Римляне, представляете, они тут у нас построили. То есть, римляне просто взяли и построили рядом гору, которая была выше, чем и гора, и крепость. Установили туда камнемётные машины, баллисты, скорпионы, анагры. И уже так вдохнули. Ну, они совершили групповое самоубийство. То есть, раз уж нельзя сопротивляться... А уж было понятно, что нельзя. Значит, мы сейчас все самоубьёмся. Кстати, групповое самоубийство как-то не очень удачно совершил один такой человек, который потом напишет знаменитую книгу «Иудейские войны» и книгу о иудейских древностях. Звали его Иосиф Флавий, конечно же. Вот он как-то почему-то бросился немножко мимо меча и остался в живых. И слава Богу, скажем мы. Так вот. Разгромлен в дребезги Баркоба. Сам он попался и был убит. Тут римляне сказали, послушайте, а что тут вы такое вообще устроили? Вот у вас тут храм есть? Там ваш бог живёт? Отлично. Храм вам больше не нужен. Храм просто к чёртовой матери сносят. Вот осталось и на плаче. Всё, что есть в Израиле ценно до последней монетки. Естественно, всё, что есть в храме. А в храме там столетиями концентрировались богатства. Столетиями. Это был гигантский банк. Вот это всё уходит в Рим. Говорят, что именно на эти средства впоследствии был построен Колизей. Впоследствии был построен Колизей на эти средства. Немало подняли. А иудея, как вообще какая-то территория, просто упраздняется физически. То есть, была иудея, и нет иудея. Риблине так могли сделать. Потому что вместо иудеи стала Сирия, палестинская. Риблине там подумали, вспомнили, что где-то тут у вас филистимляне проживали. Да? Вроде как да. Значит, будет у вас теперь никакая не иудея, а палестина. Сирия палестинская. И собираются вместо Иерусалима вообще строить новый город совершенно. Короче говоря, было вручную, материально доказано, что сопротивляться Риму нельзя и никакого мессии не будет. А значит, что? Значит, вот всё, о чём вы думали и предсказывали, это неправда, это неправильно, это была ошибка. И это чудовищное разочарование, которое просто надломило ту часть, которую Бауэр называл петринизмом. Она просто надломилась под физическим воздействием Рима. И пришлось признать, что, в общем, наверное, все эти пророчества насчёт пришествия Мессии, конца света, второго пришествия, это же, наверное, всё-таки говорили не про сейчас, а про когда-то. Это аллегория. Значит, нужно готовиться к чему-то. И вот именно в этой подготовке и рождается, собственно, абсолютно новая религия, которая охватывает всю Римскую империю в её, самое главное, в её низах. То есть, среди бедных, обиженных, угнетённых, больных и обездоленных, которые в империи, ведущие бесконечные войны, которые уже стремятся к своему закату, поверьте мне, их было немало, им нужно было какое-то утешение. И вот они это утешение находят в новой религии, которая внезапно становится универсальной. И вот к этому-то времени и относится начало сложения христианства в узком смысле слова, о чём мы с вами поговорим в следующий раз. Пока только маленький постскрипт, у меня, конечно же, как человек, прямо скажем, гигантской памяти и дисциплины ума забыл сказать. Чё римляне к Христу-то полезли? Он же вроде бы говорил, что никакой не царь иудейский, вообще вы меня неправильно поняли. Он предрекает царство Бога. Ну, вы же не против царства Бога, уважаемые римляне. Ну, конечно, они не были против царства Бога, оно их вообще никак не касается. Ну, нет, конечно, если ты говоришь, что будет конец света и вообще всё накроется, ну, так когда-нибудь в самом деле всё накроется. Если ты говоришь, что там будет царство Бога, ну, наверное, будет. Ведь боги-то они несколько больше, чем наша материальная земля. Но тут-то ведь Иисус имел полные шансы отбрехаться. Вот полные шансы. Ну, не знаю, потекли бы розыграми, возможно, чтобы он не умничал. Но римляне, видно, сообщили ему, что... Э-э-э, братан, погоди. Мы тоже читали ваши иудейские сказания. Легенды и мифы древние иудеи. Мы читали. Так вот, если ты говоришь, что ты сын Божий... А-а-а, ты ж, слушай, ты из колена Давы Давидова. То есть, ты наследник царя Соломона. То есть, ты из царской семьи. Ну, а раз ты сын Божий, то есть, помазанник, то есть, мессия из царской семьи, значит, ты претендуешь на политическую власть. А этого римляне не терпели. Ни в коем случае. Ты там давай на Бога надейся, а сам не плашай. Но если ты замешаешь это дело в политику, учитывая, сколько уже было восстаний под религиозными знаменами от разных мессий, вот этого римляне, конечно, не терпели и не стерпели. Вот именно, судя по всему, за это убили Иисуса, о чём нам рассказано в Евангелии. Видимо, как некий отголосок реальной истории, что ему к кресту или к столбу приколотили табличку «Иисус Христос – царь иудейский». Напоминаю всем, что царей в Иудее больше не будет. Ну что, теперь точно всё. До новых встреч.